Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Татьяна Владимировна Черниговская, и я профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Моя специальность – нейролингвистика. И это как раз тот курс, который мы вам предлагаем. Нейролингвистика – это наука, которая хочет выяснить, что происходит в мозгу у человека, когда он говорит, слушает, воспринимает сложные образы, ну и вообще занимается сложной, свойственной нашему биологическому виду психической деятельностью. Это очень современная наука, она мультидисциплинарная. В ней участвуют и лингвисты, и психологи, и физиологи, и даже специалисты по искусственному интеллекту, и философы. Разумеется, все аспекты этого замечательного научного поля мы вам не сможем представить в этом курсе, но довольно большой спектр вы сможете увидеть, услышать и даже изучить. В нашем курсе будут участвовать люди, которые являются профессионалами в своих областях и живут в разных странах. Кое-кого из них я вам перечислю. У нас есть приглашенные лекторы, и это Тьюрит Хелланд, профессор университета Бергена, Норвегия, и специалист по дизлексии, автор нескольких книг и очень известная в европейском пространстве коллега наша. Это Кеннет Хугдал, профессор университета Бергена, который многие годы возглавляет лабораторию, картирующую функции мозга во время выполнения разных видов психической деятельности. В частности, он специализируется по тому, что происходит в мозгу у пациентов с шизофренией, например, при галлюцинациях слуховых. Это очень интересная тема, потому как она отвечает, или, по крайней мере, пытается ответить на вопрос, что делается в мозгу, когда происходят нереальные события, а те, которые сам мозг и устроил. Кирилл Нурский, врач, профессор отделения энерохирургии университета Айова. Он занимается картированием мозга в той части его, которая занимается обработкой слуховой и речевой информации. Профессор Кира Гор, специалист по усвоению второго языка, это такая область науки, это ее название такое, где изучают то, что происходит с человеком, когда он овладевает не первым своим языком, как каждый ребенок с Земли, а вторым, третьим и так далее. Она профессор университета Мериленда в Соединенных Штатах Америки, и она будет нам рассказывать про организацию ментального лексикона, то есть того, как организован язык у нас в голове, и будет она говорить про фонологию и про морфологию. Екатерина Протасова, она профессор университета Хельсинки, и ее основная специализация это монолингвальные и билингвальные дети, то есть дети, которые говорят на одном языке или больше, чем на одном. Помимо приглашенных лекторов, о которых я вам уже рассказала, этот курс представят вам наши коллеги отечественные. Ну, это я, как уже понятно. Это наш коллега, молодой доктор, профессор Максим Киреев из Института мозга человека Российской Академии Наук. Он заведует лабораторией нейровизуализации, то есть занимается тем, что можно проверить с помощью современной техники функционально-магнитный резонанс, позитронно-эмиссионная томография и разные другие экспериментальные техники, ну, ЭЭГ, например. Наталья Слюсарь, доктор наук, она занимается организацией ментального лексикона в голове у человека, но ее тематика в этом курсе будет про примеры нейролингвистических экспериментов. Она расскажет, как такие эксперименты планируются, как они проводятся. Это, на самом деле, очень сложное дело. Подготовка такого эксперимента отнимает, я бы сказала, в 10 раз большее время, чем его проведение. Татьяна Петрова, доцент Петербургского университета, и ее тематика, о которой она вам расскажет, отход Александра Романовича Лури, нашего классика в этой области, автора первой книжки введения в нейролингвистику. Александр Романович Лури занимался, в частности, афазиями, нарушениями речи, вызванными разными неприятностями, произошедшими в мозгу. Вероника Прокопеня, доцент Петербургского государственного университета, которая тоже присоединится к нашему разговору об афазиях и расскажет, какие есть способы оценки пациентов, с которыми эта неприятность с утратой или распадом речи приключилась. О чем мы будем говорить с вами? Мозг – это самое сложное, что мы знаем из всего, что нас окружает. И у человеческого мозга есть особая способность, это способность к языку и речи. Такой способностью не обладает никто больше на этой планете, даже включая высших наших собратьев по ней, слонов, дельфинов, приматов, даже воронов, даже попугаев. Несмотря на то, что кое-что из умений человеческих присущее и этим биологическим видам, никто из них не имеет того, что характеризует homo sapiens или, я бы даже сказала, homo loquens, то есть человека говорящего. А теперь уже и homo skribenskwe, то есть человека пишущего и читающего. И вот наш курс построен так, чтобы рассказать вам о практически полном спектре того, чем занимается нейролингвистика. Мы будем говорить про усвоение первого языка и основного языка детьми, и при том, какие бывают сложности у детей, у которых это происходит, не совсем так, как у большинства детей. Мы будем говорить про нарушения речи разного сорта, от афазий до шизофрении и разных других неприятностей, которые, к сожалению, могут быть. Мы будем говорить о том, какими методами мы пользуемся для того, чтобы это все изучать. И мы постараемся рассказать это вам с одной стороны в доступной форме, а с другой стороны, учитывая самый современный взгляд на эти проблемы, которые существуют вообще в мире, во всех странах. Это очень продвинутая область. И ей интересно заниматься профессионалом, но мне кажется, что ей не менее интересно заниматься и тем, кто не профессионал, но хочет знать, как это нам, людям, удается осуществлять такие сложнейшие вещи, которые связаны с языком и мышлением. Я вам желаю неослабевающего интереса в изучении нашего курса. Мне кажется, нам удалось сделать его живым, нескучным и понятным. Успехов вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!